Когда приближается сезон сбора грибов или ягод, многие так и норовят отправиться в лес, забывая элементарные правила собственной же безопасности. Учитывая, что лишь половина походов в лес заканчиваются успешно и люди не заблуждаются, стоит напомнить основные правила пребывания там. Иногда, видя все новые и новые лужайки с грибами и ягодами, человек и сам не понимает, как оказывается в самой глубине степи. Чтобы не терять бдительность, стоит ходить туда с напарником. Одна голова хорошо, а две, все-таки, лучше. Старинная поговорка как нельзя кстати подходит под эту ситуацию. С новой функцией Google заблудиться в незнакомом городе станет невозможно важно знать некоторые моменты, обращая внимание на которые, можно с легкостью найти дорогу назад. Например, можно научиться ориентироваться по солнцу. Когда человек выходит из леса, оно должно быть расположено на другой стороне, нежели в момент входа. Пять восхитительных отелей мира, расположенных в лесу, отправляясь по грибы, чаще всего люди не берут с собой никаких вещей, кроме лукошка и ножа. Как показывает практика зря, в походе может произойти что угодно, это, безусловно, необходимо учитывать. Поэтому вода, необходимые медикаменты, компас, спички, все это должно быть при себе. Аварийные окна в купейном вагоне, какие окна в вагоне не открываются, почему-то многие грибники любят одевать в лес темную одежду, чаще всего камуфляж. Это не совсем правильно, ведь в случае чего, найти человека, например, с вертолета будет куда сложнее. Стоит надевать яркую, заметную и непромокаемую одежду и сапоги. Важно не просто иметь при себе смартфон, он должен быть полностью заряжен. Если же с этим существуют проблемы, то нужно брать с собой портативное зарядное устройство. Подобную услугу начали предоставлять многие операторы сотовой связи. Это поможет найти потерявшегося в кратчайшие сроки. Отправляясь в лес, обязательно нужно сообщить об этом близким или друзьям. Желательно указать им предполагаемое время возвращения. Если что, это первые люди, кто сможет забить тревогу. Если человек не уверен в своих силах и боится не сориентироваться на обратной дороге, можно оставлять различные метки по пути. Кто-то, например, привязывает ленты к деревьям. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.